Путь запомнить таблетку через стол и обратно, без разницы в любой последовательности, вам уже не будет напоминать дорогу в Москву, из Липецка через Владивосток. Я выбрасываю все лишнее, я вижу, и мой мозг делает все это автоматически. Маркера сейчас, к сожалению, нет. Хорошо, чудесно. Вы подходите к двери, на ней написано МЖО. Вы ее читаете? Нет, как-то зрительный образ. Именно, что вы увидели, нет того момента, когда ваш мозг вынужден дать команду прочитать, соответственно, нет артикуляции, информация напрямую поступает в глаза мозгу, у меня приблизительно то же самое. Смотрите, одно дело, МЖО там легко, там даже можно и прочитать, это недолго. Но тут 202 человека, минута. Ладно вам дали полчаса запомнить? 9 лет. Я занимаюсь вот этой минутой. Вы же меньше секунды на человек трассе. Секунд сколько там, минут 60? Вы запоминаете 50 человек за одну секунду? Давайте понимать, за 9 лет можно достигнуть определенной степени профессионализма. Второе. Там в газетах когда-то печатали такую замечательную фразу, как «феноменальная память». По-моему, вы еще на входе сказали нечто подобное в этом же ключе. Абсолютно не согласен. У меня нет никакой феноменальной памяти. У меня есть просто отработанный навык запоминания. Есть технологии, техники, которые всем известны, которые мы продаем в своей школе. И недаром мы воспитали за буквально полтора месяца, полтора месяца, 20 рекордсменов России. Найдите мне, пожалуйста, любую другую школу, которая за полтора месяца дала 20 рекордсменов. Когда вы перейдете в Москву, потому что вас, наверное, уже зовут и все школы языковые. На самом деле у нас проект, как вам сказать, меценатский. Мы сконцентрируемся на городе, преподаем в нашем городе бесплатно для всех. А, то есть у вас это бесплатно? То есть можно любому ребенку, у которого есть какой-то талант и желание? Не важно никакого таланта и желания. Важно обычное наличие средних способностей и желания. А кто оплачивает? Это же проблем ваше время. У нас есть спонсор, который облачивает, соответственно, все замечательно работает. А в Липецке, я думаю, что я читал Липецк прессу, вы там и так просто, конечно, человек очень узнаваемый. Что было после эфира? Там звонили за полу, там еще как-то. Или там уже люди хватают вас за рука? На самом деле за рука у меня никто не хватает, поскольку хватали раньше. Сейчас все успокоились. В этот раз, наверное, ничего не было после эфира, поскольку анекдотичная ситуация. Я первый раз приезжаю. Всем говорю, а, вот смотрите, люди смотрят, у меня в этом выпуске нет. Я жду себя в следующем выпуске, смотрите. А меня нету. На третий раз я уже аккуратно близким самым сказал, смотрите. Меня не было на четвертый раз вообще никому ничего не сказал. Волки, волки, есть такая замечательная басня. И в итоге о том, что это вышло, я узнал с Исланом чуть позже, уже мне об этом стали говорить. Только таким образом я узнал. Но сверх ажиотажа не было. Да, практически там, каждая газета, телевидение и радио меня вытащили, конечно. Но как-то растянулось на него 2-3 недели, поэтому я особо не заметил никакого света движения. Продолжение следует...